Танки Танки Абсолютно никому, как мне кажется, не нужна вот эта курица, которую бьет током Ну а что касается иксов, то иксы на данной тачке, может и могут быть реализованы вами хорошо Но в то же время не сильно круто помогут вам поднять ваш элитный опыт экипажа и поднять ваши копилки По бустерам, здесь положили не так уж и много, всего лишь по 10 бустеров Понятное дело, слот в ангаре и если мы говорим о внешнем виде машины, то в этом внешнем виде тачка смотрится действительно классно Мне по крайней мере нравится, знаете, вот как я люблю говорить строго и со стилем Не знаю, мне заходит Ну а что касается приятного бонуса, то я имел ввиду 14 дней прем-аккаунта В целом, если рассматривать Т23Е3 к покупке, но и с учетом того, что его можно в любой момент приобрести себе в дереве исследования Соединенных Штатов По более высокой цене, то понятное дело, что в составе набора покупать гораздо выгоднее и гораздо интереснее Там 14 дней према и великолепный внешний вид, ну и в принципе вся та же самая машина Если мы говорим с вами о технических возможностях данной машины в бою, а именно технических То здесь, ребят, все довольно-таки приятно в отношении орудия Допустим, время сведения комфортное 3.3, разброс вполне себе нормальный ДПМ целых 2800, это, ребят, семерка Все благодаря тому, что у вас реально не просто цикличное орудие, а какой-то пулемет, который перезаряжается за неполные 3.5 секунды И при этом закидывает по 160 единиц урона с тем же самым пробитием в 160, но уже миллиметров Если мы говорим с вами о угле склонения орудия вниз, то минус 6 И вроде бы, казалось бы, должно быть бескомфортно, но в целом заходит и в целом приятно играется Но все же это семерка, и семерка не очень живучая, да и не сильно фармищая А значит, тачка подойдет далеко не каждому Если вы начинающий игрок, то я бы советовал вам присмотреть себе что-нибудь другое Ну, может быть, немножко подороже Хотя не факт, вы можете купить, допустим, за 5.5 тысяч А я думаю, разработчики вернут этот набор в продажу Со львом, с его уникальным внешним видом И тачка, которая фармит довольно-таки круто И это будет у вас уже, ребят, восьмерка практически за те же самые деньги Что собой представляет машина в реальных боях? Сейчас заценим, в принципе, куда и отправляется Ну что, погнали, будем заценивать Радует меня тот факт, что я попал сейчас против шестерок и семерок Будучи семеркой Сегодня снимал обзор на могильщика, который вышел в рулетке И про могильщика говорил, что могильщика в последнее время очень часто бросают к восьмеркам И для него это, в принципе, не сильно приятно Ну а если мы говорим с вами о Т-23Е3 То очень редко попадаешь к восьмеркам В основном, если с кем-то катаешь взводом И ваш совзводный восьмерку себе возьмет Ну а так, в целом, попадаешь в основном как раз к машинам своего уровня Или даже тачкам уровнем пониже Мне лично нравится играть на данном танке Он какой-то приятный, интересный И, я бы сказал, незаурядный На нем весело, на нем комфортно, на нем фаново Но это все, что вы получите от этой машины В целом, это не так уж и мало Если вы рассматриваете танки для покупки Именно с целью получения удовлетворения от игрового процесса А не для того, чтобы зарабатывать какую-то игровую валюту Ну или придерживаться каких-то статистических показателей на своем аккаунте Тогда данная машина, да, будет вам интересна Если вы считаете, что жизнь в нашей игре кипит не только на восьмом уровне А можно и неплохо повеселиться уровнями пониже То, да, Т-23Е3, скорее всего, вас вполне себе даже устроит Поехали! Попытаемся помочь нашему союзнику Ну, давай еще, давай еще Адреналин пока не включаю вам, потому что Мало ли, мало ли, может он мне понадобится немножко позже Но я так понимаю, что, скорее всего, я не жилец Либо КВ-2 сейчас меня зацепит Либо Сушечка Поэтому буду пытаться сейчас отсюда быстренько сверкать пятками Мне тут делать больше нечего Так, двоих там тех товарищей красных оставили Значит, есть необходимость здесь максимально быстро помочь ребятам разобраться Точность у орудия очень классная Время сведения крайне комфортное Ну, и на дальних расстояниях В основном Блин, подставился В основном получается закидывать довольно неплохо Но то, что это картон и маложивучий К этому необходимо быть готовым Да, разбирают очень легко Разбирают очень быстро Особенно, если вас некому прикрыть Ну, или если вы попадаете в какой-то замес В котором будет достаточное количество соперников Которые сконцентрируют свое внимание именно на вашей персоне Досматриваем бой И я думаю, что стоит зайти еще в одну катку Ну, просто потому что в данном бою не получилось реализовать машину А точнее, весь ее потенциал А потенциал в тачке действительно есть Ну что ж, ребят Бой, поражение Вырезать я не собираюсь этот бой 800 с копейками единственного нанесенного урона Два фрага И что касается моей результативности в команде То я больше чем уверен, что я не в супер там каких-то лидерах Да и в целом бой для меня сложился не очень удачным Похвалим сейчас наших союзников И отправляемся в следующую каточку В целом, как я уже говорил Тачка, ну, потенциально способна делать что-то годное в бою И иногда даже удивлять вас своей результативностью Не успел я похвалить Т23Е3 за то, что его не часто бросает к танкам 8 уровня Как игра решила ударить меня под коленку И отправить меня в бой Именно против соперников уровнем повыше Ну что ж, будем скрипеть зубами Терпеть и пытаться что-то сделать Даже несмотря на не сильно комфортные условия в бою Сейчас попробуем найти себе какое-нибудь подходящее для боя место Тигр решил даже не обращать на меня внимания Да, я так понимаю Он типа такой Ну есть, да и есть Ничего страшного, как говорится Единственное, что он не учел Это бешеную скорострельность орудия И очень классную точность Прости, брат Давай, встречай товарища Пусть в тебя разряжается А я попытаюсь тебе как-то помочь с ним разобраться Так, ладно Слоник, иди сюда пообщаемся с тобой Могу выцеливать любые твои серые зоны Абсолютно любые, братиш Никуда ты не спрячешься И в этом, ребят, просто уникальность этой машины Ты постоянно попадаешь туда, куда ты целишься И если вдруг ты прям не попал И твой снаряд случайно каким-то дивным образом Полетел не туда, куда ты планировал То это вызывает у тебя массу Массу удивления В отличии от многих других танков в нашей игре Ну, знаете, вот Когда на колебания стреляешь, допустим Ты всегда уверен в том, что полетит явно не туда, куда ты прицелился Здесь такого нет Здесь ты всегда уверен в точности своего орудия Ну и где все? Ребят, может как-то, типа, попытаемся подъехать Попытаемся чего-то сделать Едем дальше Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёй Кепочка Чуть-чуть не хватило Чуть-чуть не хватило, чтобы зацепить АТ-15 Нет, ну в принципе, если бы я сейчас не дергался Не катался, а нормально, спокойно прицелился То я больше чем уверен, что я бы сейчас товарищу кепочку-то пробил Но скорострельность, ребят Скорострельность решает и решает многое На каком еще танчике вы можете через 3,5 секунды делать выстрел за выстрелом Вот за вот это я люблю действительно Т-23Е3 За скорострельность, за точность и за возможность разбирать и помогать таким образом приближать победу Так А вот сейчас пора делать ноги Ой-ёй-ёй Ой-ёй-ёй, ребят По-моему, по-моему, сейчас будут проблемы Не вытянем Не вытянем, к сожалению, никак Тут что ни делай, мне кажется, все бессмысленно Нет, сдаваться-то, конечно, никто не собирается Но просто констатация факта, что вытянуть против, допустим, там, бронированной восьмерки Ну, никак Просто никак самостоятельно Но обратите внимание, пока будем досматривать бой Блин, он вообще спал, получается Я-то рассчитывал на то, что он сейчас хотя бы как-то его поцарапает Ну ладно Отступил немножко от темы Обратите внимание Второй бой Во втором бою я делаю опять 2 фрага В данном бою явно накидываю больше урона, нежели в предыдущем И это даже несмотря на то, что я играл против восьмерок То, что мы сейчас проиграли, я больше чем уверен Не связано с тем, что в бою был я на Т23Е3 А связано с тем, что команда в целом, к сожалению, не справилась С рядом задач 2800 единиц урона Два уничтоженных соперника Ну и что можно сказать в отношении моей результативности в команде Мне почему-то кажется, что я занял первое место Причем таким, знаете, крутотенным отрывом Ну а как вы видите, отрыв у меня получился на целую 1000 единиц урона Ну, прототип, конечно Красавчик Шпрота в первую очередь похвалим Три фрага сделал и делал все возможное для того, чтобы все-таки победа была, а не поражение Остальные игроки отыграли немножко хуже Но я никого не порицаю и понимаю, что могло что-то пойти не так Ну а может кто-то не настолько умелый игрок, как хотелось бы Так или иначе, спасибо всем, кто принимал участие со мной в этом бою И как видите, результативность довольно неплохая у тачки Несмотря на то, что это семерка и чистый фановик, не более того Если мы с вами будем обсуждать вопрос того, сколько серебра будете вывозить То на какие-то особые заработки, ребят, не рассчитывайте 30 тысяч чистоганом за вот такой бой, проигрышный Я не считаю, что это прям фармер какой-то И брать, простите, брать данную машину ради фарма Не хотелось бы брать вам на эту тему Ну а значит рекомендовать не могу Как я уже сказал, данный танк купит себе скорее всего те танкисты Которые имеют уже большое количество танков в игре у себя в ангаре в коллекции Ну и соответственно купят его просто для того, чтобы был И может быть иногда выехать, немножко повеселиться Это мое честное мнение по поводу Т-23Е3 Которого я считаю мастхевом в ангаре каждого танкиста Который уже имеет все Я побежал снимать следующее видео специально для вас А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия Всем пока-пока